Российские депутаты предложили законопроект, который должен будет строго ограничить стрелялки, бродилки, стратегии и другие компьютерные развлечения. Сейчас поговорим, можно ли в принципе ограничить индустрию, которая с одной стороны приравнялась уже к кинематографу, а с другой стороны к спорту высоких достижений. У нас в гостях сегодня Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области. Добрый вечер. Сергей Ли, председатель Федерации компьютерного спорта и Наталья Игнатова, писательница, которая страстно играет в компьютерные игры. А насколько реально вообще ограничить компьютерные игры в стране? Тем более, что когда говорят про ограничение продажи, хочется смеяться. Компакт-диски это уже кажется прошлый век. В принципе, можно физически, возможно, какое-то ограничение компьютерных игр? Ну, сложно, но нет ничего невозможного. То есть можно попробовать там, прижимать, прижимают сайты, поэтому попробовать можно, но маловероятно, конечно. Но у нас прижимает, например, кинопиратство, и все равно все с успехом скачивают бесплатно, если хотят. Ну, все качают, да. Поэтому, если популярная игра, и она развивается, я думаю, что остановить сложно. Хорошо. Компьютерный спорт – это тоже ведь такой реликт. Ну, то, во что играют спортсмены, в это, кажется, уже никто не играет. Почему? Очень много играет. Например, перечислите дисциплины. Собираются. Ну, там традиционные, которые мы поддержим, это типа FIFA, стратегии, там тот же Warcraft. Так. А при этом люди, ну, переходят массово, наверное, на простые игрушки. Ну, на простые, да. На мобильных устройствах. Можно, в данном случае можно согласиться, да, что реликт какой-то, ну, играют вот тысячи людей. Ну, вы опасаетесь, что спорту будет какой-то урон? Я думаю, нет. То есть, просто он… Было в свое время 210 клубов в городе, да, сейчас десятка не набирается. Поэтому, конечно, переболели уже, и он становится как бы более профессиональным, что ли. Вот. И, к сожалению, игры уходят в дома, да, то есть один на один. Если раньше это было коллективное действие, то сейчас, как Чернецкий в свое время играл, сходят с ума по одиночке, да. Вот это вот может быть такой отрицательный немножко момент. Ну, что делать? Они дотянулись до каждого дома, там, до каждого планшета. А достижения при этом большие, ну, например, у урольских спортсменов. Да. Десять клубов делают мировые кубки. Да, да. Ну, там уже не в клубах, там уже из дома играют, да. Про мотивацию можете сказать, насколько важна, ну, жестокость, если речь идет о стрелялке, когда там команда идут на террористов, например? Ну, мне кажется, нет, не особо нужна. То есть там уже спорт, то есть там уже достижения, там уже результат победить, а не так, как это выглядит, там, жестоко или не жестоко. Михаил Григорьевич, вообще можно игрушки в чем-то обвинять? Ну, это же такая невинная вещь. Не хочешь, не играй? Ну, тут, наверное, надо к этому вопросу подходить многогранно. Дело в том, что игрушки и появились как некая потребность людей, и они в первую очередь отвечают потребностям людей. И если говорить про игры, связанные с насилием и жестокостью, то это, наверное, все-таки ответ на потребность, на выражение какой-то агрессии. Агрессии, ну, может быть, не настоящей в виртуальном мире, но, тем не менее, агрессии. И если говорить о том, как это перевести в нормальное русло, чтобы это не отражалось на реальной жизни человека, нужно, наверное, говорить о воспитании людей вообще, о их культуре вообще и способах выражения своих эмоций в социально приемлемой форме. Если у человека не хватает этих способов, ну, может быть, тогда игры в этом плане служат таким шлюзом для оттока этих агрессивных эмоций, а если этого не хватает, ну, тогда и игры не помогут. В 70-е годы были первые скандалы, связанные с жестокостью игр, и тогда психологи говорили, кажется, этот аргумент до сих пор остается основным, что игрушка не воспринимается, как игра, а в компьютере человек воспринимает всё буквально. Ну, то есть вот когда люди тут пишут про дети играли в войнушку, и они понимали, что это игра, с компьютерами же всё не так, человек вроде воспринимает это всё как-то серьёзнее или нет? Или это психологи доморощенные? Ну, тут тоже можно по-разному к этому подходить. Для некоторых людей компьютер может заменять действительно часть реальной жизни, и в этом случае граница между реальностью и виртуальной реальностью становится несколько размытой. И вот это вот может представлять опасность для… Но тогда, значит, второй вопрос, что за люди приобщаются к подобным играм, и, может быть, им нужна всё-таки помощь профессиональных психологов или даже психиатров? Наталья, Вы много играете. Очень. Для Вас заменяет реальную жизнь игра? Ну, ни в коем случае. Когда бы я работала, если бы для меня это заменяло реальную жизнь, я же ещё и книжки пишу. Я хочу сказать, что люди, которые действительно настолько погружаются в игры, что теряют связь с реальностью, им тут не в компьютерах дело и не в играх, а в самих людях. Им действительно нужна помощь. Вот. И от того, что он будет играть такой человек или не будет играть, он найдёт себе что-нибудь другое, чтобы потерять связь с реальностью. Ну, у Вас же там отдельный мир, там есть такие фрики, которые, ну, вот сидят дневно. На нашем сервере нет. У нас на сервере недопустимы бои между игроками. У нас это строго сказка, строго ПВЕ, извините за терминологию. Вот. Поэтому реальная жизнь, она не мешает нам играть, а наши игры не мешают нашей реальной жизни. Бывают, возможно, проблемы на тех серверах, где люди между собой схватываются, игроки с игроками. Тут я ничего сказать не могу, я на такие не хожу. А сколько часов Вы проводите, ну, в день, например, за игрой? За игрой? От двух до четырёх. От двух до четырёх, ну, это порядочно. Конечно. Ваш коллега, писатель Сорокин, говорил, что я стараюсь поменьше пользоваться интернетом, потому что для меня наркотик и литература, я не хочу подсаживаться на другой. А у Вас на жизнь это влияет? Вы чувствуете, что какую-то часть эмоций, фантазии Вы тратите вот на эту игру? Нет, я не трачу фантазии, я её там черпаю вовсю. Это же очень вдохновляюще. РПГ, игры, они вдохновляют. Это сказка. А сказки – хорошее дело для мозга. Лучше, чем курение. Ну, то есть Вы не замечали, опять же, обращусь к авторитету, Барт Симпсон как-то пытался себе что-то представить и сказал, вот, проклятое телевидение, ты убил мою фантазию. Вам не кажется, что ограниченный мир, а искусственный мир, он всё равно ограничен? Вот телевидение точно убивает фантазию. Телевидение 100% фантазию убивает, а компьютерные игры разбивают. Я так считаю. Михаил Григорьевич, с точки зрения психотерапии, психологии, ну, всё равно это затраты психологической энергии, простите за терминологию. И всё равно это игра по правилам. Я, наверное, начну с клиники. Существует целая группа психических заболеваний, которые связаны с зависимостью от того или иного действия или вещества. Сюда относятся и зависимость от наркотиков, от алкоголя. И в последние десятилетия, и вот особенно в последние годы, появившееся большое количество зависимостей, не химических так называемых. Но это зависимость от азартных игр, всем известная. Ну и с приходом компьютеров и интернета особенно, это зависимость от тех же азартных игр, но ставкой, в которых являются не деньги, а собственный, ну вот какой-то вырабатываемый при этом адреналин. И если вот это поведение занимает большую часть времени, человек отнимает у него большую часть ресурсов, то тогда можно говорить о том, что человек болен. Больше это сколько? Четыре часа это порядочно? Ну, тут ведь важный вопрос, когда вы спросили Наталью, кто она, она сказала, что она писатель. И вот это вот, наверное, основное. То есть, если человек ощущает себя тем, кто он есть на самом деле, то, наверное, речь идёт о таком хобби, может быть. Дело в том, что зависимость, она превращает реальную социальную жизнь человека в руину. Он теряет реальное общение, он теряет, в конце концов, деньги, заработок, семью и всё, что делает обычного социально хорошо функционирующего человека таковым. То есть, если этого не происходит, то тогда можно относиться к этому, ну, как к какому-то увлечению, способу проведения времени, ну, так же, как, например, занятию спортом или искусством и так далее. Ну, может быть, это не очень сравнимые вещи, тем не менее, ну, говорить о том, что лучше, ну, наверное, будет не очень правильно. А если тогда, а если игры действительно отнимают у человека его жизнь, тогда надо лечиться. Люди пишут, нужно разработать маркировку для особо реалистичных и жестоких компьютерных игр, чтобы родители видели, что покупают. Можно какой-то критерий реалистичности вообще ввести? Потому что все мы знаем примеры очень хороших игр, которые, ну, с точки зрения графики, вполне условны. Но эмоции, которые они вызывают, очень настоящие. Я из своего опыта могу вспомнить, в 90-е, помните, была игра очень примитивная. Идут человечки из одной точки в другую, где-то взрываются, проходят какие-то ламбери. Вопрос зачем? Лемин. Зачем, да? Как живы? Ограничить, чтобы было понятно, что это виртуальная реальность, что ли? Ну, видимо, да. Все борются с жестокостью. Им почему-то кажется, что компьютерные игры жестокие. Ну, я знаю, из своего примера, расскажу случай, сейчас вот навеяло просто. Значит, когда появились только компьютеры, а я занимался компьютерами, мы привезли первые компьютеры, там, 286-е. И вот, значит, мы с соседом всю ночь, только-только вот они появились, мы всю ночь гоняли в гонки с ним. И я утром, когда сел за машину, поехал на работу, у меня реально было ощущение, что я, значит, в игре, и я по Малышева, значит, потом в какой-то момент до меня доходит, что я, в общем, не в игре, глаза красные, то есть я еще такой невыспавшийся. В общем, я припарковываюсь к обочине и так отдышиваюсь, понимая, что елки-палки, что происходит, да? Там, в общем, графика была вполне нереалистичная, но погружение было такое очень серьезное. Поэтому, в общем, тут важно действительно понимать, что ты там в социуме, ты в реальном мире и, в общем, не попадаться. Поэтому тут можно, конечно, ограничить, но только всем же хочется, это же качество будет. И запретный плод, он сладок, захочется более красивые игры, да? Если говорить про привлекательную часть, ну, вот про часть этого наркотика спортсменов, привлекает возможность, ну, какой-то азарт, что ли, возможность сыграть, проиграть, выиграть, или, там, точность движения, вот в спорте в чем-то удовольствие? Ну, мужчины как, соревновательный элемент, да, то есть это доказать, что ты первый, то есть соревновательный элемент, он более, да, самоутверждение. Вот, поэтому он как главный, и тут, в общем-то, ну, отходит на второй план, там, реалистичность, еще чего-то, да? Это одинаковые правила у всех, и ты побеждаешь. Вот и все. А кто лучший игрок? Ну, потому что, знаете, когда людям с Запада говорят про то, что у нас это все равно, все еще детское занятие, они смеются, говорят, у нас пенсионеры в основном. Хороший вопрос, значит, причем, когда приходят родители и говорят, вот, у меня там ребенок много-много играет, мы спорт использовали как отлучение как раз от этой зависимости, да? Потому что хороший киберспортсмен – это тот, кто ходит два часа в тренажерный зал, тот, который спортсмен и, так сказать, ну, в реальности, да, который мышцу качает. Вот, поэтому невозможно, там, там так же, как в тренировке, если ты пересидел, у тебя результатов не будет. Поэтому это люди социально активные, у нас был случай, когда приехали ребята, 35-летние, и всех выиграли на, значит, на соревнованиях, там, Вил-2, штурмовик, из Белоярки. Нормальные мужики приехали, всех выиграли. Чем они там занимаются. Чем они там, да, занимаются. Вот, поэтому, в общем-то, этот человек, я говорю, отдайте, да, если он играет много, то он там никогда не выиграет. И сразу у него эта значимость игры, то есть он поймет, что он там, в общем, ну, больших звезд с неба не хватает, ну, это отобьет охоту просто. Наталья, а Вы сказали, что Вам помогает в Вашей работе, Ваша игра. А как? Можете на примере объяснить? Моралью. Вы будете смеяться, но в World of Warcraft очень все хорошо с моралью. Не надо поступать плохо, надо поступать хорошо. Причем хорошо может быть разным, может казаться плохим, вот, но оно все равно хорошее. В хороших книгах примерно то же самое. Автор не говорит, вот эти герои хорошие, а эти герои плохие. Автор говорит, смотрите, судите, решайте для себя. Да, это может показаться смешным. Детская игра сказочная про орков и людей, которые не поделили один кусок земли. И тем не менее у каждого своя правда. И мозги у меня работают в другом направлении, несомненно. Но мораль, она остается где-то в позвоночнике, и она мне помогает потом писать своих героев. Слушайте, ну Лев Николаевич Толстой написал Анну Каренину. Она вообще все делает неправильно. У нее мана на нуле. Но она такая симпатичная. Все равно нельзя ее не полюбить. Она лучшая женщина классической литературы. Кому-то из Карлета Фара кажется симпатичной, например. И она тоже, безусловно, очень обаятельная и по своим правильно поступает. А тут мир каких-то упрощенных понятий. Нет, не упрощенных. Сделай то, чтобы получить это. Все равно какой-то алгоритм. Нет, нет, а вы играли? Я к стыду своему в эту игру нет. Я не буду ее защищать, потому что это долгая тема. Но нет, об упрощенности можно говорить в корейских играх. Там действительно не заморачиваются за это. Но не в World of Warcraft. Если бы вы предлагали ребенку своему или ребенку своей знакомой во что-то поиграть, вы какие игры точно отсекли бы? Ну вот корейские за примитивность. Нет, они очень красивые. Очень красивые. Так, а что бы вы сочли, безусловно, вредно? GTA для ребенка, наверное, я бы сочла вредно. Вот я в GTA играл, пожалуйста. Руки прочь. Извините, тогда значит ничего. Хорошо, симулятор уличного подонка. Ну, потому что формирует неверные представления о том, что можно и нет. Да нет, верные представления моя задача сформировать у моего ребенка, а не у компьютерной игры. Так, хорошо, GTA, что еще вы не рекомендовали? И то, видите, с GTA, насчет GTA мы с вами не сошлись, я ее снимаю из списка.